Всем привет! Всем добрый день! Мы едим, ну, как обычно, потому что мы едем в Джуркассу. Наш день сегодня начался у всех с каких-то болей, у всех в разных местах. Маша, да? У меня раскалывается голова после вчерашнего тусича, синяк на руке и болит горло. У Тёмы вообще вся спина, да? И голова. У Аси, что у тебя? Живот и голова. Ну, живот по понятным причинам. У нас у всех болит горло. Да, с одной стороны. У всех справа. А я себя просто замечательно чувствую. Вот что значит, человек не пьёт. Спасибо большое, Маша, за такой прекрасный отдых. Я после него себя замечательно чувствую. Пожалуйста. Я мхунду. В общем, да. Мы едем в Джуркассу сейчас. Всей вот такой компанией. Вернёмся назад где-то во вторник. У нас привал. В принципе, больше новостей пока нет. Хочется кушать. Мы едем, и мы под все уже на месте. Нам осталось 16 минут до города. Доехали мы легко, без приключений. Всё нормально. Не болело, причём голова была вообще прекрасна. Едем, обсуждаем, какие мы хотим себе машины. Маша хочет вот такую вот. Мерседес, бенз, G63, AMG 6х6. Нет. Я хочу BMW X5 или X6 какую-то из них. Мы все же знаем, что Mercedes круче BMW. Артём хочет елик. Да, елик хочет. Маша хочет X6, да? Как я поняла. А Люндовский что хочет? Порш Панамера. Да, Панамера. Жешей. Там Леху, Судык с 571. Крайс, очень много машин. Понятно, очень много машин. А Ламборгини? Там тоже готовы. А Уинтадор? И Rolls-Royce там есть. Rolls-Royce, да. Я не знаю, я, может быть, хотела бы Ламбу, если бы понимала, как и где на ней ездить. По Бориспольской трассе. Туда-назад, туда-назад. Я вот хочу себе кроссовер именно для того, чтобы можно было спокойно ездить и не бояться, что ты оторвёшь себя нищим. Едем получается такое? Нет, нет, нет. 6 на 6? Эх. Нет. Больше, лучшее колёс. Мы всю дорогу про это говорим. Асю мы, кстати, высосили. Выглядит, потому что сейчас так, как будто мы её где-то забыли, да. Ася вышла раньше за городом, родственником, а мы едем дальше. Мы уже в Черкассе, кстати. Она просто случайно Машу назвала Левчик, и Маша такая, нет, стоп, тут ты уже выходишь. А, сейчас в багажнике просто. Сейчас такая, ребята, я тут. А, вообще, я скоро буду на месте. Ку-ку. Привет. Добрый вечер. Мы заходим. Кто там у нас? 20-летняя внучитька моя 20-летняя. Зайтик мой взрослый. Кру-ку. Привет, малышка. Добрый вечер. Пробачьте, мы застремились, потому что мы заезжали до мамы. Да, ничего, ничего, ничего. Все, Гэти все встречает. Давай. Давай, Суньки, Машунечка, находимся. Да, конечно. Привет. Привет. Спасибо. Дедушка, я еще не обнималась. Дедушка еще идет обнималась. Да, мы видим, что ты сдался. Да, пропустишь, дай пообниматься. Ой, я не гроза там. Да, да, я тоже, и ты тоже. Взрослая внучитька приехала. Это что такое? Камера. Ого, вот это камера. Камера. Вот это новая. Да, я еще эту камеру не видела. Это новки у нас. Ой, ты мудей. Тихо заспутили. Ну, такой взрослый. Пойдем подарки принимать. Женька, а такие пойдут? Да. Так, у меня... Ого. Саша. Нет, это собака. Ну, что ты гладишь? Оттуда, можешь ее погладить? Да. Влажно. Влажно. Посмотрите, что тут... Что тут как много всего. Машенька, я решила, что вот такой комплект, на котором написано стиль. Ого, очень гарно. Одна подушка для мальчика, одна для девочки. Там что-то написано, типа, мужское и женское? Ну, там оно видно, что оно такое. Так, дедушка. Дедушка, держи. Это что? Так, это мы тебя поздравляем. Это раз. А это... А это... А это, Маша? Да. Крейзи. Знаешь, что такое крейзи? Не знаю. Бешеные. Да. Это бешеные рюмочки. Ну... И бешеные стаканчики. Это чтобы я уже вообще в хлам, да? Нет. Нет, вот это у меня, понимаешь, с открыванием напряжёнка. Это рюмочки, неваляшечки. Которые нельзя поставить, пока не выпил, да? Нет. Которые не переворачиваются. Не развиваются. И не падают. Это прекрасно. Понимаешь? Учитывая то, с кем я живу. Мне написали... Блин, ну ты че вообще очень интересный. Мне написали, додумалась внучке бокалы со с рюмками дарить. Да не, круто. А я считаю, что взрослая у меня уже внучка 20-летняя, принимает гостей, друзей. Они все разноцветные. Пойдём. Ты где там? Ты же... Ты же... Ты же... Ублажает собак. Я туда, чтобы собак они не дала. Себе, с которой какой ты уйдет. Смотри, зацепишь сейчас. Прикольно. В общем, Мажуня, они все разноцветные. Классные. Да, очень классные. Я думала, что это как-то стильно и по-молодёжному. И это всё... Главное, марку не давать их мыть. Вам пригодится. Ну, ты знаешь, я смотрела, чтобы были толстенькие. Нет, классные. Я знаю, как это всё бьётся, я это всё знаю. Поэтому выбирали из толстого. Да, не лаляшки. Супер. Ну, или бешеные бокалы. Класс. Красиво. У нас что-то ещё тут намечается. Подождите, подождите, подождите. Пританцовывает, видишь? Подарок будет тем, чувствует. Да, мам. Интересно. Так, тут упакованы одни подарки, чтобы начать... Смотрите, какая мама красивая. От деток. Я ещё босанушка. Пошли-то, но и сейчас... Хорошо. Так, Маша, ты очень творческий человек. Ты же понимаешь, что надо творчески развиваться во всём. Да. Ну, я думаю, чтобы вам было вечером, как проводить время. Я решил такой подарок подарить, конечно. Ну, ты умеешь играть на балалайке? Нет. Ну, придётся научиться. Разрывать. Можешь начинать прямо сейчас. Да. Ты шо, шутишь? Нет, серьёзно. Ничего. Это цирк. Да ладно. Ну, парком. Давай, хочешь, я тебя... У вас в компании там в доме кто-то играет на каком-то инструменте? Да я не знаю. Поведёшь, выходёшь. Балалайка, Артём. О, круто. Нет, не балалайка. Да я понимаю. Сковородка. Не просто сковородка, а идеальная сковородка. Мама, спасибо. Мам, большое спасибо. Я, значит, тебе выбирала. А кто выбирал? Нашёл, Артём, между прочим. Я ему запрос дала, какой надо. И он её откопал. Её спрятали. Потому что у меня большая моя сковородка вот так крутится. Я знаю, это же моя большая сковородка. У меня есть одна подобная, маленькая. Которую мама Артёма подарила. Она очень удобная. А когда большую испортит, приходится крутящуюся. Да? Да, это она. Это она. Это та сковородка, что надо. Вот так, Маша, 20 лет, ты понимаешь, какие подарки, да? Посуды, сковородки, постели и так далее. Мне очень круто, спасибо. Это говорит... Картошки нажарим теперь. Без лука. Без лука. Без лука. Она говорит о супермине. Не пойму, она, наверное, хотела балалайку. Нет, я так и думаю, да ладно. Не, ну это было... Я бы не удивилась, если честно, если бы реально подарили балалайку. Ну это было бы, в принципе, она не понятна это. Ну, в принципе, ну, нормально. Отходит. Такая... Увесистая, да? Да, Кейт, тебе тоже нравится. Класс, спасибо. Супер. Да, класс. Вот всё. Я вообще не понимаю, как ты до сих пор пользовалась той сковородкой. Да, я как-то... Мне было лень просто, вот, не могла я уделить время на выбор и покупку, поэтому... Мне классно. Так, я и калу. Ну а как по-другому? По-другому никак нельзя. Всё, пойдёмте кушать. Да, пойдёмте. Вы посмотрите, какой стол бабушка накрала. Мы его уже немножко съели. Немножко. Но он очень вкусный. Мы его просто разъели. И мы просто не можем остаться, у меня уже нет места, но я хочу есть дальше. И это шикарно просто. Соскучилась по всем. Опа! Сейчас, компотик. Маша. Компотик. Надо рассказать, а бабушка-то блогер. А баб... Это святое. Бабушка-то у меня блогер, кстати. Да. И до 50 тысяч чуть-чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. А я знаю, что кнопочку дарят на 100 тысяч. На 100 тысяч, да. Хочешь кнопочку? Хочу, 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 хочу кнопочку. У меня две, давай тебе. Хочу кнопочку. Нет, я хочу свою кнопочку. Хорошо. Поэтому, пожалуйста, к Машиной бабочке. Бабочки! Бабочка ты моя! Подписывайтесь на бабочку, потому что она, кстати, рассказывала, как готовила вот этот весь стол сегодня. Да, сегодня, да, я показывала всё. Но мне кажется, что гораздо интереснее будет посмотреть твоим юным девчонкам. Что? Как одеваются бабушки, писать, пусим, дед? Девочки, я думаю, всё понятно. Канал бабушки, ссылка в описании, всё такое. Жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Там всегда весело. И вкусно. И вкусно, да. Короче, тренировки я снимаю. Очень классно. И сама провожу. И девчонки проводят. И всё это есть на канале. Татьяна Черныш. Минутка сама пиара у нас у тебя была. Кэти похитила тапок Артёма. Отдай. Где? Отдай, Китёша, отдай. Мы сидим, балдим, нас всё классненько, общаемся. Я сейчас ещё поеду к Даше. Потому что у нас нет времени днём с ней встретиться. Нашли тапок? Украла. Убежала Стас. За мной ища. Пока. Пока, 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 пока. Всё, съем. Всё, счастливо, ребята. Всё, пока, спасибо. Аккуратно. Аккуратно, осторожно. Осторожно, аккуратно. Поехали. Я сейчас приехала, я закинула Артёма домой. Сейчас приехала к Дашке, к подружке своей. Она сейчас куда-то вышла. У неё сейчас тоже в гостях ещё одна подруга. Мы ещё не знакомы, так что нам предстоит познакомиться. Сегодня у нас такой девичник будет втроём. Они сейчас куда-то вышли. На пять минут сейчас сказали вернуться. Я пока сижу в машине, жду. Муд сидеть в своей машине на пассажирском сидении. Мне просто было с этой стороны удобнее обратно залезть в машину. Жду их и пойду к девчонкам. Будем сидеть, общаться. Надеюсь, всё будет классно. Я останусь на ночь, скорее всего. Я думала, может быть, сейчас посидеть у Даши и потом подъехать к себе в дом. Я тут в соседнем доме совсем живу. Но подумала, что уже нет смысла тёпать домой. Останусь уже у Даши. И завтра утром в эту домой, наверное, схожу. И завтра ещё к папе еду в гости. В общем, я думаю, я буду снимать этот влог за два дня. Завтра ещё продолжу, потому что сегодня очень много не сняла, так как день был такой очень сумбурный, быстрый. У меня вообще последние два дня сложно снимать влоги, потому что очень много всего надо сделать, успеть. И всё так постоянно в спешке, что мне сложно адекватно вот так выкроить время и нормально всё объяснять, что происходит, показывать. Поэтому я так сумбурно немножко это всё делаю. Ладно, ну чё. Надо просто наладить график немножко. А то я после Карпат немного так подзбилась. Ещё хочу пытаться опубликовать влоги раньше, а не вечером, потому что я верю, что многим из вас неудобно. И да и мне тоже не очень комфортно, хотелось бы раньше. Надо перестроиться чуть-чуть. Вот так вот. Сегодня, кстати, опять же из-за того, что были в дороге днём, а потом у бабушки были, я не опубликовала влог, который должен был выйти сегодня. Решила перенести его публикацию на завтра, потому что так мне удобнее. В общем, бывает такое. Вот так у меня иногда бывают периоды, когда мне неудобно в день публиковать видео. Я публикую их через день или через два. Не волнуйтесь, я сейчас наложу график, всё нормально будет. В общем, я уже у Даши. У нас тут начинается бабский пляжный движ, поэтому я, наверное, закончу эту часть влога. Там вот мельком вам покажу Дашу. Всё. А то она уже в пижаме. Короче, всё у нас классно. Сейчас будем есть ягоды, никаких чипсиков, только кубника с ежевикой. Пить домашнее вино. Сыр. А? Сыр. Ну, сыр, да, сыр. Что ты давишь? Не дави прыщи. Ну, не другое, болит. Не дави. А у меня почему-то выскочило именно сегодня. Я не знаю, из-за чего. Утром было всё нормально с лицом. Сейчас вечером смотрю, у меня вылезло эти штуки 4 прыща. Не знаю, что это. Ну, что алкоголь может быть много. Может быть, то, что я вчера, во-первых, ещё в хлорке очень много купалась. То, что в басике, скорее всего, из-за этого. И, не знаю, у меня больше нет предположений. Скорее всего, это чисто из-за бассейна, то, что я вчера долго... И, кстати, перед сном я не смыла вчера хлорку с лица. Ой. И осталась у меня она на лице. Короче, всё, мы будем отдыхать. Я бы вам показала, что подарила мне Дашка на день рождения. Но это не совсем то, что можно показывать на ютубе. Но там такое, 18 плюс, всё, короче. Но это очень круто, типа, это очень оригинально. Прям зачёт Дашка. О, тоже стоит, мажет он. Проси. Будни наши вот такие. Так, всё. Увидимся утром с вами. Я заканчиваю эту часть. Всем доброе утро. Я планировала начать блог немножко иначе, ещё находясь у Даши. Но у меня случился форс-мажор не у меня, скорее, а у Артёма. Я... Мы проснулись все у Дашки, пошли завтракать. Мне звонит Дёма и говорит, что он потерял сознание в барбершопе, когда был на стрижке. И ему, короче, плохо очень просит, чтобы я его забрала. Я уж, короче, бегом собрала вещи, всё, поехала к Тёме. А он реально... Мы так и не поняли, почему именно. Может быть, из-за того, что он не позавтракал. Может быть, ещё непонятно. Но ему во время стрижки стало очень плохо. И он просто потерял сознание. Причём так резко, что он прям крохнулся со стула. У него на спине такая царапина. Рукой ударился, ещё пальцы болят. Ну, короче, ужас. Реально. Барбер его вообще в шоке. Сказал, что я его увозила домой и всё. И больше не привозила. То, что Барбер тоже очень испугался. Короче, это было жёстко. И слава богу, что всё нормально. Я отвезла Артёма домой. Накормила его, потому что, скорее всего, это действительно из-за того, что он не покушал. Плюс ещё жарко очень. Короче, всё вместе дало потерю сознания. Так что я немного сегодня с утра понервничала. Если честно, это был первый такой какой-то у нас случай. За последние реально два года, когда что-то такое случилось, из-за чего прям пришлось очень сильно волноваться. Но, слава богу, всё норм. Я его отвезла домой, сейчас положила спать. Пускай это спится. А сама еду домой. Сейчас маме я расскажу эту ситуацию, потому что я ещё не успела ей позвонить и всё это рассказать. Время сейчас было двенадцатого, кстати. Я уже много успела сегодня. Я у мамы. Ну что, как ты? Я вышла на свет. Давай. Чтобы тоже включить камеру. Ага. Я поняла тебя. Я поняла тебя. И поздороваться со своими зрителями. Ты тоже только что начала снимать блог? Нет. Только что. Последний кадр был. Я рассказывала, как Артём сознание потерял. Это вообще... Прямо... Жесть. Просто... Вот так постригся называется. Ну, бывает. Его, наверное, просто слишком красиво пострыли. Он увидел результат и не сдержался. И от своей красоты упал в обморок. Да. Ты такая чёрная рядом со мной. Посмотрите, как мама загорела, а у меня уже смылся загар. Как я люблю воздух. У мамы очень жарко. Дома только что было. Я прям не могла терпеть. Но при этом я просто провтыкала, что можно включить кондиционер. Мама не включила, а я забыла про него. Ну, так получилось. Ну, здравствуйте. Очень необычно. Но зато смотришь в кадр. Да, а не в экранчик. Да, а не выше чуть-чуть. Смотришь в глазки. Прям зрители. Да. Напишите, нравится ли вам именно влоги полностью на такую камеру. Или только когда природа, улица и так далее. Не, полностью мне самой не нравится влоги на эту камеру. Она вечером плохо снимает. Ну, типа такое. Кэнон лучше. Короче, дома, в квартире лучше на Кэнон снимать. Да, да. Так вот, движение, движуха какая-то, то на экшн. Это экшн считается камерой, да? Да, экшн. Мы едем уже на природу сейчас. Я, кстати, так и не сказала. Вроде бы мы сейчас на часик заедем к нашим ко всем. Там бабушка, дедушка, Андрюша, тетя Ирой. Они сейчас на природе стоят, просто отдыхают. Мы сейчас заедем к ним ненадолго. Я со всеми увижусь, поздороваюсь. И потом поеду к папе. Вот такой у меня план действий у нас. Передавай папе привет. Хорошо. И Лене. И Лене, да. Сказала бы я Ане, но Аня обо мне не знает. Там сложная ситуация. Да. Ничего. А Аня еще не задает вопрос, почему ты не живешь с ним? Наверное, задает. Почему ты Лену не называешь мамой? Она когда-то меня спрашивала. Да, не помню. Я как-то типа тему смелила. Съехала. Да. С каждым годом все сложнее. Да, она уже. А может, ей папа рассказывал уже? Я думаю, да. Может, что-то объяснял, но без подробностей я. Не представляю, как папа мог бы объяснить это. Знаешь, Датюнечка, до того, как я встретил твою маму, у меня была другая. Ребята, если вы психологи и знаете, как объяснить ребенку с 7 лет о том, почему у него есть сестра, которая не живет с ними, называет папу папой, а мама по имени, да, она уже задумывается, наверное, этот счет, что-то у нее не сходится, но пока что. Так вот, Датюня, и, значит, у нас с этой тетей другой, не твоей мамой, появилась Маша, дочечка. Потом тетя уехала. Надоели ей. Забрала Машу. И остался я без Маши. Поэтому появилась ты. Я очень рада. Все, записывайте им в лайфхак. Не, ну он просто такой ответственный. Я не представляю, как он это... Сколько он должен настраиваться, чтобы донести информацию. Такую важную. Я тоже не ставлю. У-у-у-у! Мы пришли! Всем привет! О, и дети идут. Привет! Привет, девчонки, красавицы. Машенька не загорела. Да я уже смылась. Макарай. Она же давно уже. Я реально. Классно, все хорошо. Всем привет! Всем привет! Привет! Девочки, я думаю, вы скучали. Андрюшечки. А, ты запрел... Шо? Это шо? Там шо, косичка? А, там нифига себе! Нифига себе! Там причашка. День обратно. День обратно. Спасибо, братик. Палку берите, быстренько, палочку. А, ты что? Там какое-то, там что-то красивое. Сейчас выглянем. Маша вся с подарками. Мы сидим, балдеем. Пушаем шашлик. Все классно. Мама тут тоже снимает. Красиво тут. Я не брала купальник, поэтому я не купаюсь, не загораю. Но тут классненько. Ух ты! Дети катаются на скутере. Им лет по 10, блин. Так, не прыгай на меня. О! Приветик. Я надеюсь, она мне не запачкала. Нет. Фу! Кэти, фу. Не прыгай на меня. Не надо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Что за собаки для счастья? Палка. Палка и вода. Я, наверное, уже буду минут через 10 ехать к папе. Сейчас 2 часа. Мне еще надо доехать минут 20. Я обещала, что пораньше сегодня к ним приеду. А то я всегда вечером, да вечером хочу больше времени сестер сегодня провести. Все, попрощалась со всеми. Едем дальше. У меня каждый год вот так после дня рождения марафон такой. из-за того, что все как бы отдельно, по сути, семья папы, семья мамы тут все. И я все время мотаюсь туда-сюда от одних к другим, потому что как бы контакты они не очень друг с другом поддерживают. приходится вот так выкраивать время и разорваться чуть-чуть. Поэтому, когда я приезжаю, скажем, на 2 дня всего в Черкассы, это очень неудобно, потому что мне нужно 1 день полностью и ночь выделять папе, другой маме, еще бабушке, друзья, короче. Да, ну, ничего, все хорошо, все равно все удачно, поехали. Сейчас созвонилась с Темой и решила, что сейчас я заеду, в общем, захвачу его у него дома, потом мы вместе поедем, я уеду к папе, а машину оставлю Теме, потому что я до завтрашнего дня мне машина точно не нужна будет, так как я буду у папы, если что, поедем куда-то вместе. А Теме сегодня весь день еще быть по городу, в общем, передвигаться ему она будет нужнее, поэтому дам Теме тачку, а сама поеду к папе. Так что еду сейчас сначала за ним, а потом туда. Привет, мой бессознательный парень. Это я. Это же надо было, держи, рассказывай, что случилось у тебя сегодня. Да что, сознание потерявало, кто знал, что так получится. Капец, я так испугалась. Вообще, в первую секунду я подумала, что всякий пранк. Ну, по-любому вот это гонит с меня. Ну, думаю, ну не, ну не стало бы так жестоко. Оказывается, не пранк. Да, неприятно. Ну, сейчас уже нормально себя чувствуешь? Да, абсолютно. Надо было просто покушать и поспать. И все отлично. Ну. А ты как? Хорошо, со своими увидела сейчас папе. А ты что, сейчас я тебе машина дам, куда дальше едешь? К бабушке заеду. К бабушке? К бабушке? К бабушке? К бабушке? К бабушке? К бабушке? Надо узнать, когда меня достригут все-таки. Мне кажется, он тебя больше не возьмет к себе на стрижку. Да, я устала. Уже ночь. Я буду ложиться отдыхать. Как вы знаете, у папы я не снимаю, поэтому ничего нового пока не показывала вам. Я играла с сестрой, мы кушали, обедали, ужинали, отмечали мой день рождения. Все по-домашнему было очень, все хорошо. Посмотрели мультик. Кстати, прикольный очень. Называется Маугли Дикой планеты. Очень понравился. Это французский мультик, если я не ошибаюсь. Но у него действительно классный сюжет, нарисован красиво. Мне понравился. Так что буду уже ложиться отдыхать. Вот так вот. Надеюсь, что вам понравился влог. Два дня я его снимала, потому что все было так насыщенно, и у меня не всегда была возможность снять все нормально. Так что спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. И надеюсь, увидимся с вами завтра. Не надеюсь, а точно увидимся с вами завтра. Все, всем доброго ночи. Всем пока.